Павел Терехов доложил мэру, как обстоят дела с обеспечением инженерной инфраструктуры и коммуникациями земельных участков, предназначенных для многодетных семей. Что касается молодежного микрорайона в Лазаревском районе, то там разработана дорожная карта по подведению инженерных сетей и устройства дорог. Замечания водоканала устранят в этом месяце. В целом, схема водоотведения на земельных участках, что в районе поселка Вардане, будет готова в конце года. Ну а работы по электроснабжению там уже выполнены. В настоящий момент Кубанинерго проложила сеть электроснабжения в полном объеме, они готовы подключать людей. Вынес водовод для того, чтобы обустроить дорогу. Дорога когда будет? Дорогу 6 миллионов вы выделили в этом году. Как только начали, по вашему протоколу, с 1 июня дорожники начнут эту дорогу отсыпать. То есть, я так понимаю, 1 июля дорога там будет? Они брали на работу 2 месяца. То есть, в июле месяце там эта дорога будет? Это должны люди знать. По участкам в Верхнениколаевском и Кудепсте проектно-сметную документацию подготовят через полтора месяца. А работы по энергоснабжению будет софинансировать Край. Мы будем готовы до 1 июня зайти в Край с проектно-сметной документацией. По электричеству? По электричеству. По дорогам когда? По мосту? По Кудепсте. В настоящий момент все препятствия для инвестора сняты и они начинают проектировать дорогу по левому берегу реки Кудепста для обеспечения не только заезда многодетных семей на участке, но и для строительства моста. А дорога когда будет? Они обещают запроектировать и до конца лета эту дорогу начинать расчищать. Когда дорога будет по ней ездить? Когда можно будет? По нашему соглашению, которое с ними заключено, эта дорога в этом году должна появиться. То есть там в этом году должна появиться дорога. До конца года? До конца года, да. Хорошо. И они начинают проектировать мост в этом году. В поселке Аше дорогу уже отсыпали. Здесь главный вопрос – технологическое присоединение к водоводу. Павел Александрович, я требую, чтобы просто-напросто уже 20 апреля я соберу по каждому из этих пунктов по решению задачи. По дорожной карте, да. И очень серьезно накажу всех тех, кто не будет выполнять мои поручения. И тот, кто будет тормозить, значит, тормозить, по сути дела, начало строительства для наших многодетных семей. Это будет серьезный спрос. Потому что еще одна задача – мы имеем возможность сегодня 22 гектара земли в Орел и Земрудное взять из федеральной собственности и передать потом нашим многодетным семьям порядка 220 участков. Это значит, на 220 человек уменьшится очередь. Для разработки проектно-сметной документации новых участков администрация выделила 18 миллионов рублей. Документация Краевым министерствам, подчеркивает мэр Сочи, должна быть передана не позже, 15 ноября, чтобы участки в адлерском поселке Орел и Зумруд многодетным семьям начали выдавать уже в декабре этого года.